Ты хочешь это знать или хочешь жить? Моль. Ну всё, хватит болты водить. Не нужно вас на чебуреки раскатать. Порядок. Крик, а не кредит. Зомбический привет от доктора Лютого. Маленький зелёный кролик, это мой посланник был. Понял? Здорово! Ветеренный кредит! Ка-ка, ка-ка, ка-ка! Знать или жить, вот чё вопрос. Моль. Зачем? А? Я всё могу легко объяснить. Мистер тайный агент. Потому что это всё очень логично. Здесь, именно вот здесь, очень простая логика. Американцы запустят ядерные ракеты, начинённые Габичем, прямо в Россию. Эти ракеты упадут на землю и разбросают везде мусор. А пока мы будем собирать этот мусор, они зайдут сзади. И тогда нас не спасти. Это очень коварный замысел. Зачем? А? Они подкрадутся сзади. И тогда нас не спасти. Россия в опасности. Звучит убедительно. Очень убедительно. Молодцы. Повезло вам. А мне нет. Потому что мой пистолет уже скоро заржавеет. Ну а мне-то хоть повышение по службе дадут за выполненное задание. На ура. Комиссар, ты ещё радуйся, что в тюрьме не сидишь. Могло бы всё быть гораздо хуже. Кокин, мы выяснили, что ты говоришь по-французски. Это так? Отлично, что ты так хорошо говоришь по-французски. Это нам пригодится для нашего следующего задания. Я бы тоже очень легко мог бы выучить французский. Но у меня элементарно не хватило на это времени. Совсем чуть-чуть времени. И я бы его выучил. Но его мне как раз-то и не хватило. Совсем чуть-чуть. Но я очень сожалею об этом. Я его ещё выучу. Обязательно выучу. Кокин, ты даёшь. И когда только успел, столько навыучивать всего. Кокин очень талантливый. Я бы тоже мог легко и даже очень легко выучить французский. Но проблема заключалась в том, что у меня элементарно не хватило на это времени. А так я бы его выучил легко. Даже очень легко. Для тебя. Тебя. И тебя. Новое задание. Задание для вас всех четырёх. Итак, задание. Вы полетите во Францию. И узнаете, сколько у французов ядерных ракет. И чем они начинены. Поняли задание? И возражения не принимаются. Раша в опасности. Похоже, выбор у нас небольшой. Придётся ехать. Вернее, лететь. Я согласен. Но только если в Париж. Я хочу на Эльбельву бархню залезть. Хорошо. Я согласен полететь во Францию. В Париж. Но. У меня закончились деньги на лечение Кукина. А так как эликсир во Франции стоит, особенно в Париже, в два раза дороже. Мне нужно два миллиона баксов в иностранной валюте. Иначе я не лечу. Хорошо, Лютый. Ты получишь свои два миллиона в иностранной валюте. Но. Если вы провалите задание. Мой пистолет знает ответ на этот вопрос. И конец я побойся. Чтоб не голодать пути. Продолжение следует. Продолжение следует.